Привет, друзья! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукин. Сегодня я к вам с очередным быстрым завтраком, а именно кокосовыми сырниками. К 16 г кокосовой стружки я добавляю 20 г пшеничной муки, 20 г рисовой. Можно использовать только пшеничную или только рисовую. Можно вместо одной из них использовать крахмал. Сюда же добавляю половину чайной ложки разрыхлителя, щепотку соли и все смешиваю. Здесь у меня 300 г творога, стандартный 9%. Добавляю крупное яйцо, всыпаю все сухие ингредиенты и все хорошо растираю. Так как у нас у всех влажность творога разная, количество муки может незначительно отличаться. Посмотрите по итоговой консистенции, если необходимо еще чуть добавьте. Сахар я не добавляю, потому что все у нас любят по-разному. Ну да, в итоге ложкой оказалось удобнее. Видите, какое в итоге получается тесто. И самый лучший вариант для этих сырников сделать тесто вечером, убрать в холодильник и утром готовить. Сырники из этого теста можно жарить обычным способом на сковороде, если готовите на пару как я, постелите на поверхность пергамент, потому что тесто очень прилипчивое. Достаю тесто из холодильника и формую сырники. Делать это можно как с использованием муки, так и без нее. Беру половину теста, скатываю его в жгут и делю на произвольное количество частей. Скатываю шарики и укладываю на поверхность. Если будете сырники жарить, то немного сплющивайте заготовки. Если готовить на пару, то оставляйте круглыми. Оставьте между заготовками достаточно места. Ставлю на пару 15-20 минут. Сырники готовы. Дайте им немного остыть и потом снимайте. Вот такие кокосовые сырники у меня получились и обязательно получатся у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Вот так выглядят они в жареном виде. Тоже очень вкусно. Уже приготовила фразу, что жареные, конечно, вкуснее, но попробовала и, думаю, спорное утверждение. Такой вариант на пару тоже очень вкусный, а со свежими ягодами вообще замечательно. Вкусно, нежно и такой кокосовый привкус приятный. А если еще подумать, что это сочетание полезного с приятным, то совсем на душе становится хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...